Доброе здоровьица, уважаемые посетители моего канала. Ну что, пробегимся по вашим комментариям и упоминаниям, дабы у меня тоже было свое собственное время. Ну, сами знаете, у каждого должно быть свое собственное время. Ну, об этом мы поговорим в специальном видосике. Итак, депрессия или никто не узнает на канале, есть много анимаций. Они в основном взяты из различных видений. Автор делится своими видениями, то есть, что ему было во сне или еще в каком-нибудь измененном состоянии, через анимации, а еще делится о других людей, у которых были видения, соответствующие в этих анимациях, но интересных ранее. Но каждого человека волнует то или иное. Некоторых вообще-то там не волнует, а у других. И обычно через видение, то есть сны, там еще что-то такое, так, как бы сказать нам. Каждому индивидуально через видение, через сонное видение дается то, что его лично касается. Это важно понимать. И там тогда немного интересных, а вам дается конкретное указание. Опять-таки вспоминается высказывание в «Соннике», по-моему, Мюллера, я прочитал, знаете, как это. Неразгаданный сон, все равно, что нераспечатанное письмо. Дальше идем. Я так поняла, что так как вас оттуда попросили, не будет продолжения путь к здоровью, записки голодающего, то есть части четвертой. Это зависит больше от меня. Надо собраться, сесть. И то, что со мной произошло, допустим, вот там часть третья была написана, там, допустим, в 2000 году. А вот что дальше было, путешествия по Индии, как она возникла, книжные ярмарки, работа на телевидении и прочее, 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 прочее. Там много интересного. И плюс все это можно, знаете, преподать в несколько таком ином свете. Ну, мне так примерно видится. Идет продолжение. Продолжение. Это кто-то отвечает. Очень понравилась книга «Три путь к здоровью, записки голодающего. Жизнь на другой планете заставляет забыть о земной жизни, полной драматических событий, трагедии, где постоянно надо очищать полевую форму от паразитов». Да ничего подобного ее, знаете, постоянно не надо очистить. И если у вас есть соответствующий стержень, то дальше к вам никто ничего не прилипнет. Никаких там полевых паразитов и прочее, прочее, прочее. Стержень надо займеть. Мощный энергетический мировоззренческий стержень. Вот если он у вас будет, тогда все будет. Эмоциональных переживаний. Эмоциональные переживания, если вы поймете, как работает ум ваш, то особо эмоциональных переживаний не будет. Или будут такие, которые вас окрыляют, а не такие, которые вас разрушают. Порчи, зависти, иначе невозможно полноценно жить дальше. И порчи, и зависти. Вот мы на эту планету пришли для того, чтобы за жизнь кое-что развить в себе, свои индивидуальные качества. Кое-что понять. Стать энергетически сильнее, чтобы мы наработали вот эту вот связь. Кто мы, откуда мы, с кем мы связаны. Вот это вот основное. Потому что, оказывается, мы не понимаем, с кем мы связаны. И болтаемся по жизни туда-сюда. И, естественно, никакого неудовлетворения, ничего нет. И тут начинаются ложные ценности. Ага, вот тут у нас деньги, ага, вот тут у нас какие-то блага или еще. Оказывается, ни деньги, ни блага особо счастливым не делают. Начинаются свои собственные проблемы. Как бы это все, как некоторые говорят, скоммуниздить у другого. А тело от шлаково-токсиново, так как пища на земле отравлена по большей части. Ну, я бы не сказал, что все тут отравлено. Опять-таки, все зависит от вашей организации. Ну, пожалуйста, земли у нас в России полным-полно. Можно в какую-то заброшенную деревню ехать, там, будем говорить, и сад, и огород. Заниматься натуральным хозяйством, жить вдали от всего. Если уж на то пошло. Ну, я примерно так думаю. Может, естественно, мнений огромное количество. Поэтому читать такую книгу – это снимать отрицательные эмоции от повседневной жизни. Вера в лучшую жизнь всегда спасала человечество с негатива. Вот не надо вот эту веру, вот, знаете, у веры, вера, надежда, любовь и София, премудрость. Знаете, я вот-вот слушал Платошкина. Платошкин там наехал на этого самого. У Ельцина был премьер-министром. Фамилия вылетела. Вспомню там это. И вот этот вот премьер-министр, бывший, значит, вот он рассказал, в связи с тем-то то-то, то-то, рота, то-то, якобы тот управляет нами там из-за границы и прочее, прочее, прочее. А вот Платошкин молодец. Говорит, вот, допустим, Набиулину поставили. Кто ее поставил? Из-за границы ее поставили? Или ее тут Дума утвердила? И так точно все остальное не оттуда там нами управляют, а мы сами здесь. Так не пора ли здесь разобраться со всем этим и сказать, что, слушай, государство – это структура, которая предназначена для того, чтобы граждане жили и процветали. А если нету, значит, вот этого ни процветания, ни того, граждане вправе сменить все этот строй, все эти правительства, все-все-все поменять. Ну, а кто этим будет заниматься? Как говорил Высоцкий, знаете, настоящих буйных мало, вот и нету, вожаку. И все, все, грубо говоря, в кредитах позалезли и сопятые молчат. Ну и пожалуйста. И вот эта вся эта мировая цивилизация, вот так вот она устроена, подавляющее большинство, инертная масса, и пастухи его пасут в свою, значит, в загонах. Больше ничего там. Все это вера в лучшую жизнь и так далее, и так далее. Да вот ее можно все сейчас сделать. Как еще знакомый говорил, что такое тут вот, то еды нет, то еще. Что, говорит, коры не несутся. Что, говорят, там поросят они плодятся. Что там у нас там, грубо говоря, пшеница там не растет. Откуда там цены и так далее. Да все это есть. Просто надо взять и сказать, понимаете, проявить волю, волю. Вот недаром было сказано, пролетарии всех стран соединяются. Для чего соединяться? Для того, чтобы они жили лучше пролетарий. А не капиталисты, которые вот это все это руководят и все это там такое. Деньги это одно, а сила это другое. Вроде силу можно купить за деньги, но если сила осознает, что деньги ее порабощает, она может все это сделать так, как надо. Кстати, вот поинтересуйтесь опять-таки, какая там Гренландия или какая-то там страна, которая написала свою собственную конституцию, люди и так далее, так далее. По-моему, Гренландия. Поинтересуйтесь, как там, что там произошло. Что я там все вам говорю. А вот это вот если пишет, спасает человечество, негативы и так далее, так далее, так далее. А любовь неземная добавляет опьянение и кайфа. Да я без этого, в опьяненности и в кайфе, из-за того, что я понимаю связь. Не просто понимаю, одно дело, вот люди понимают, а другое дело, чувствовать эту связь. Доверять ей. Это разные вещи, чувствовать и доверять. И вот в этом вот жить. Все, что для вас не сделается, все к лучшему. Но в некоторых случаях надо же проявить какую-то инициативу, сказать, слушай, ну так и так и так и так и так и так. Нет, ничего не делается. Одни вот такие вот. Разобщенность, закредитованность. И каждый в свою там тарелку смотрит. А в итоге всех ведут. Ладно, пошли дальше. Здравствуйте, Геннадий. И и одно Н. Я тоже начал пить соду один раз, одну чайную ложку. Но на пятый день у меня такие боли в правой почке образовались. Может появились? Они образовались. Не спать, не есть было невозможно. Ага, врачи говорят, пошли камни в почки. И так около двух недель провалялся в постели. Возможно ли это из-за соды? Как вы думаете? Я думаю, возможно. Вот вы что-то начинаете делать. Вы должны быть готовы к тому, что у вас будут возникать соответствующие реакции организма. Растворятся камни, выходить в виде песка. Это очень хорошо, что они там не остались, а растворяются. Но, естественно, вот этот процесс выхода очень болючий. У меня лично было. С одной почкой, с другой почкой. Когда я на голоде пил эту самую талую воду, и у меня произошло, значит, растворение камушков. А потом они начали, значит, в виде песочка выходить. Да, так что, как вы думаете? Если вы что-то собрались сделать, сначала узнайте, как это работает, и возьмите ответственность полностью на себя. В противном случае не надо браться. Вот мы ответственность за себя не несем, вот такая вот у нас и жизнь идет, что кто-то за нас отвечает. Та-ра-та-та-та-та-та, тара-та-та-та-та-та. Вот они, грубо говоря, и навертели всем этим, что среди всеобщего изобилия вообще-то появляется вот такая ерунда. Так, насчет депрессии дальше. Так, Петрович, как всегда не в бровь, а в глаз. Крайне интересно слушаю таких умных и опытнейших во всех аспектах жизни и личности. Благодарю. Многому не только в плане здоровья можно у Петровича научиться. А опять-таки я говорю, вот это вот, и сейчас еще будет одно видео о Серже. Он прислал письмо, надо будет на него ответить. Вот. И там мы кое-что раскроем. Потому что это твоя жизнь. Все, что касается тебя вокруг, все, что влияет на твое благосостояние, умиротворение, в конце концов на твое вот это вот развитие, ты должен вообще понимать, знаете, вот не надо вообще-то создавать каких-то искусственных курсов и так далее, и так далее, и так далее. Жизнь – это естественный курс по совершенствованию личности. Просто надо ее понимать. А для этого надо разумно относиться к разного рода событиям. Знаете, ничего там какого-то не мистичка, не еще какого-то там заумного. Просто разумно отнестись. Геннадий Петрович, это насчет депрессии. Если бы вы только знали, какая помощь от ваших бесед, говорю себе, а это видео неценимое. Ну, пускай так. Кстати, на тему депрессии имеется несколько видео. Вы забивайте депрессии, там их штук, по-моему, шесть уже, этих видосов, и вы можете по-всякому посмотреть. И важно понимать, что депрессия – это отсутствие интереса к жизни. Он у вас пропал. Пропал. Потому что человек на какие-то ложные ценности опирается, которые он достигнуть не может. А вместо того, чтобы ухватиться за жизнедателя, за жизнедателя, вот я живу, значит, я связан с Господа, с Творцом, который дал мне жизнь и дал всему. Вот он, вот за это я держусь. Это основное. И отсюда все дальше идет. Серджо пишет. «Петрович, когда день вашего рождения? На когда готовить подарок?» И так далее. «Не надо мне подарков. Не надо мне подарков. Лично мне не надо подарков. День рождения мой нескоро». Дальше Серджо пишет. «Петрович, какова у вас положительная энергетика?» «Она поднимает настроение». Ну, создавайте же вы ее сами. Вот опять-таки, вот мы, знаете, вот есть различные там методики, вот такую методику с помощью дыхания там. Ты энергию берешь, а это вот отсюда берешь, а это вот отсюда ты как берешь, а тут там чахру раскрываешь, а это еще что-то там такое сделаешь. Важно чувствовать свою собственную жизнь, чувствовать вот этот поток, который тебе дается. И это основное, которое и приносит тебе радость, и которое дает тебе силы. И чем ты больше, вот все это, как бы понимаешь, это самое, вникаешь во все это, тем больше у тебя жизненности, благости, энергии, здоровья, благосостояния и так далее. Смотрите на меня сегодняшнего, ну и старайтесь понять, в чем смысл этого человека, почему он такой, веселый, энергетичный, если для вас вот это вот как-то вы чувствуете. Либо же, как некоторые, да, какой-то никчемный, что-то там такое, и так далее, и так далее. Ну, примерно так. Значит, начал ваше видео смотреть вчера, а досматриваю сегодня. Хорошо. После просмотра вашего видео депрессия уходит, уходит. Ну, ладно, мы еще на эту тему поговорим. Возникает светлый, радостный настрой. Разум сильнее всего. Разум сильнее всего. Разум – это инструмент, который надо правильно использовать. Надо понимать, что данная ситуация хочет вам предложить. Что надо изменить снаружи или внутри, чтобы вы процветали. Значит, на видосик о теории к саморазвитию и самовыселению вот такой вот пользователь все, он тут все-все пишет, 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 но почитаем. Здравствуйте, Петрович. Вы говорили как-то про морщин. Можно ли ваше лицо посмотреть ближе к монитору, так как вы все время далеко сидите и не видно, что вы стареете и пользуетесь ли вы помазыванием маслом на лицо. Так, посмотрели, да? Ну, это так. Про морщины и так далее. А дальше он продолжает. Еще одно. Что вы знаете про бессмертие? Ну, что касается физической жизни, практически нету людей, известных так, на слуху, которые бы были бессмертными. Вот как Дункан Маклау там, да? И то там они друг друга рубят. Вот. Ну, это какой-то, как бы правильно выразиться, этого, знаете, вот какие-то иллюзии создаются, обессмертие и так далее. Одно дело о перевоплощении, что у нас есть цепочка жизни. Это одно. А другое дело, что вот я только опа, и пошел, 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 пошел по жизни и буду жить. Ну, ладно, почитаем. Есть ли люди, которые живут по 300-600 лет? Я таких не знаю. И есть ли то, чем они питаются и как они мыслят? Ну, смотрите, на ум приходит сразу же библейский этот, если я правильно говорю, Мафусаил. То есть, согласно библейским источникам, этот человек самый-самый долгожитель, он там прожил. Я, конечно, мог бы, знаете, сейчас вот это вот найти, там, но думаю, не стоит. Вот. Так он питался акридами и диким медом. Так как он жил там в Израиле, пустыня, там что там, это самое. Там возились, что? Что в пустыне водится? Кузнечики, вот это акриды, это и есть кузнечики. И, естественно, там где-то бджолы, бджолы, дикий мед. Вот он этим и питался больше, ну, насколько там сказано, больше ничем. То есть, грубо говоря, кузнечики и дикий мед, вот как раз такое питание, знаете, как бы сказать, пищеварительная система настроилась, не обвинена, она, вот эта пища снабжала организм всем необходимым, для жизни. Это не значит, что если качаться, тут надо, конечно, есть побольше, а просто для жизни. Этого вполне достаточно. Более того, более того, самое интересное заключается в том, что у нас имеется несколько каналов потребления энергии, ну, будем говорить, и вещества. Все мы знаем это питание. Вот, акриды, дикий мед, и все, там, и энергия идет, но мы никак не хотим взять в ум, что когда, допустим, мы голодаем, когда мы голодаем, мы ничего не едим, у нас открывается, как бы сказать, канал снабжения энергии через больше полевую форму жизни, это чисто энергетический канал, который уплотняет, и плюс это дыхание. С дыханием поступает у нас углекисл, этот самый, азот, которого там 70% в воздухе, из него синтезируется белок полноценный, и, пожалуйста, можно там жить и так далее. Так, так, как бы сказать. Значит, и что они мыслят, и как они мыслят? А мыслят, вот, они как раз, как я вам говорил, о связи с Творцом, который дал им жизнь. И они живут, и вот, вот это вот, все это мироздание наблюдают, что и как происходит. Вот просто они живут, вот такой, можно сказать, созерцательной гармонии. Ну, почитайте про Мафасаила, в конце концов. Так, и планируете ли вы жить хотя бы до 120-ти лет не старее? Я у старости уже говорил, что, вообще-то, знаете, вот, процесс старения начинается, как бы сказать, с самого рождения. Человек родился, я уже об этом говорил, у него, грубо говоря, там, помните, там, таблица такая интересная, там, 95% воды, грубо говоря. и с каждым годом его, этот самый, организм начинает высыхать. То есть, те водные структуры, особенно, знаете, этого самого, хрусталика, который был, был, был снабжен больше водой, да, эта линза, она могла там, так-так, воды много в ней, жидкости, она могла сокращаться, знаете, ну, будем говорить, мышцы ее там сдавливают, и вы могли рассматривать, как в детстве, вот так вот, вы все приближали и видели. Теперь вам надо вот так вот отодвинуть, потому что хрусталик зачерствил, не двигается. То есть, все начинается с самого рождения, человек начинает прогрессивно терять воду, то есть, наступает старость. Я вам говорил, три основные критерии. потеря жидкости, потеря теплоты, теплотворной способности организма, и энергетическая потеря. То есть, мы теряем, теряем, теряем энергию, и почему мы становимся немощными в старости, потому что энергии особо у нас нету. А как брать ее, мы не знаем. Хотя я вот немножечко, немножечко, так сказать, пополнил свой, свой запас. И вы можете посмотреть мои видосики в начале Ютуба. Это какой у нас год был? Где-то 10-11 я начал вести канал. Какой я там был? И какой я сейчас там? Возможно, внешне это там как-то поменялось. А вот, что касается энергетической составляющей, тут, я думаю, существенно прибавил. Но не в этом дело. Не планирую я жить 120 лет, не старею и так далее. Возьмете вы долгожителей. Вот хотя бы, знаете, фильм, посмотрите этот, «Свинарка и пастух». Вот он какой был актер, молодой, там, красивый, пастух этот, горный. И потом актер, который играл его, каким он стал, не старея. Вы, вообще, вот знаете, вот я, вот это вот, в который раз перечитываю, у меня, у меня какое-то недопонимание возникает, из-за того, что этот человек недопонимает, что процесс старения это естественный процесс. Естественный процесс, который происходит вот по этим трем параметрам. И более того, если мы тут должны прожить и созреть для чего-то, и дальше перейти в новую жизнь, то что тут тормозить, что тут торчать, вы знаете, вот что ты будешь делать? Вопрос, не старея и так далее. То есть, вот вместо того, чтобы заняться процессом совершенствования своей там личности, переводится, значит, акцент на физическое тело. Возьмите вот этих всех бодибилдеров, которые считаются, мужики считаются вот эталонами красоты, татаратарататататата, которые для этого делают соответствующие вещи, и у них ну активные все эти как бы сказать, периоды, когда они вот достигли, поддерживают всего этого, где-то лет, ну пусть там, в лучшем случае 15-25 лет, вот этот период продолжается. А потом, а потом, все это мясо уходит, как ненужная бутафория. Как бы сказать, здоровье, красота и моложавость – это следствие вашего, будем говорить, саморазвития. Но без акцента на этом, а совершенно на другом, это, знаете, как бы сказать, бонусы даются. Вы идете по пути своего собственного развития, совершенствования, личностного роста, вот такой есть термин, личностного роста. А вот это все, как бы сказать, прилагается к нему, так или иначе. Но если же вот так вот зациклиться на этом, то у вас отберут вот это и здоровье, и вот это вот долголетие, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы как-то, знаете, вообще вот сядьте и подумайте. Вот это, вот я вам одно рассказал, я всегда говорю, что то, что я вам рассказал, то, что вы где-то прочитали, это все хорошо и так далее. Но у вас есть собственный разум, ум. Вы сядьте, подумайте, проанализируйте, посмотрите вокруг, что делится, как делится. Сравните, кто что говорит, и тогда дальше как-то. А это какая-то, вот знаете, вот навязчивая, маниакальная, навязчивая идея, вот не стареть и так далее, и так далее. Для того, чтобы тут поддерживать себя в прекрасной физической форме, надо очень много на нее тратить времени, если у вас есть там желание. А тут же хочется еще ж, вот такие вот вещи, я в следующий раз просто-напросто не буду, это тупиковые вещи, лишь бы о чем-то говорить и так далее. Так, ладно, пошли. Какой вы замечательный, очень вас люблю. И с радостью пользуюсь вашими советами, здоровьем и счастьем. Мои советы, опять-таки, опять-таки, вы знаете, что я хочу сказать, вот, знаете, медицина, фармакология, ну и прочее там, ну, что касается, допустим, медицины и фармакологии, вот они все хотят приблизить к неким стандартам. Стандартизацию, что это действовало так, что это действует вот так, что это действует вот так вот. Ну, мы-то с вами. Да, и думают, что и мы с вами какой-то определенный стандарт. А мы с вами индивидуальные личности со своими собственными устремлениями, со своими собственными умственными тараканами, со своими собственными страхами, со своими собственными мечтаниями, представлениями о жизни, о том, как надо относиться к другому человеку, о том, что такое любовь, о том, что такое интим, о том, что такое творчество и так далее. Мы все разные. И в связи с этим то, что может оказаться вот этот совет дельный для одного человека, абсолютно неприменимый для другого человека. Поэтому, опять-таки, вот научитесь думать своим собственным умом. И прежде всего просто разумность включайте. Не надо там ничего-то такого выдумывать, специальное знание. Вот чисто логически, чисто разумно. А это вот так вот действует, допустим, грубо говоря, дёга действует. Или керосин там действует. Или ещё. Или на что он действует. И есть ли такое у меня, чтобы это подействовало. Или же. Вот тогда будут советы помогать. Основной мой совет – это чувствовать жизненный поток. Раз вы живёте, раз вы живёте, уже через вас идёт вот этот жизненный поток. И вот вы его с помощью эмоций, осознания, что он через вас идёт, радости, это универсальный, будем говорить, совет, вы его можете расширять, работать над своей личностью, работать над своим собственным здоровьем, работать вообще над окружающим пространством. И будет то, что будет. Потому что, опять-таки, вот в зависимости от этой работы, насколько вы вложились и как вы вложились, вы получите соответствующий результат. Вот это очень важно понимать. А некоторые же думают, что я вот как вклад только раз в 100 рублей, грубо говоря, положил и должен получать 10%. И всё. А тут не так. Иногда надо вложить ООО сколько, прежде чем вам что-то обломится. Ну, вот так и вот ещё. Ну, на эту тему и закончим. Потому что там идут, я вижу, другие какие-то вопросы. Это там взять женщину с ребёнком, а потом эта женщина с ребёнком, когда вы состаритесь, а ребёнок вырастет, может за вами не ухаживать, а воспользуется вашим состоянием, имуществом и так далее. Это уже несколько другие вопросы, ответы. На этом на пока закончим. Доброе, хорошее начинание. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.